Ну вот мы немножко в таком шоке, знаете, с одной стороны, в арабском мире радуются тому, что, значит, Израиль ликвидировал Насралу, египтяне радуются, саудиты радуются. А с другой стороны, вот я вам процитирую, например, из одной из американских газет. Он верил в единую Палестину, где у евреев, мусульман и христиан были бы равные права. Он был кумиром многих шиитов, исторически маргинализированной группы в арабском мире. И другая цитата. Квалифицированный исламский ученый, эффективный оратор и компетентный менеджер. Ну вот что случилось с этими людьми? Как такое может быть? Вроде бы Бен Ладена так вот не отпевали. Я думаю, что если бы вы хотели найти какие-либо тексты подобного рода, посвященные Бен Ладену, вы бы их нашли в западной прессе. И мне кажется, что когда в 1948 году создавали еврейское государство, отцы-основатели Израиля мечтали не только о том, чтобы оно было еврейским, но чтобы оно было демократическим. И в демократическом государстве, как известно, есть разные взгляды. В том числе и взгляды, которые могут абсолютно не устраивать большую часть его жителей. И, кстати говоря, в Израиле тоже всегда были такие взгляды. В Израиле, с одной стороны, соглашались с тем, что есть некий общественный мейнстрим, а с другой стороны, могли действовать леворадикальные партии. Та же коммунистическая партия Израиля во главе с незабвенным Мейером Вильнером, который, с одной стороны, подписывал декларацию о независимости, а с другой стороны, оставался на стороне Советского Союза даже после 1967 года. И, собственно, мне всегда приходилось утверждать, что мы этим гордимся, тем, что, допустим, есть пространство демократии. Вот то, что Израиль всегда был в пространстве демократии, это для меня была гордость, как для еврея. То, что Украина, в отличие от России, пространство демократии. Да, здесь можно высказывать взгляды, которые не соответствуют общему мейнстриму, но, тем не менее, это взгляды конкретного человека. Большинство людей их не воспринимает, но они не вызывают визиток к тебе представителей специальных служб, если, разумеется, речь не идет о национальной безопасности страны, как и в Израиле, так и в Украине. И я не думаю, что вы должны хотеть, чтобы Израиль будущего был похож на Саудовскую Аравию, например. Абсолютно нет, конечно, каждый может рассказать, но это Нью-Йорк Таймс, понимаете? Ну, бывают и различные тексты в Нью-Йорк Таймс, и ее, так сказать, авторам. Это еще раз говорит нам о том, что происходит в этой части, так сказать, медиаспектра Соединенных Штатов. Насколько вообще разумно превращать собственное издание в трибуну подобных полярных мнений, и что происходит с редакционной политикой. Но это наши с вами выводы, как у читателей. Мы можем просто такое издание не читать. Да, ну вот мы не можем в Израиле вот здесь вот часто понять, как такое может быть, что вот, например, Нью-Йорк Таймс, рупор там либералов американских, поддерживая абсолютно Украину, при этом, да, вот получается, высказывает такие комплиментарные вещи по отношению к одному из самых опасных, самых страшных террористов. Ну, опять-таки, когда вы говорите, что кто-то высказывает мысли, вы должны всегда помнить, что высказывает мысли автор, а не издание. Вы не читаете редакционную статью, вы читаете одно из мнений. И это мнение отнюдь не является, так сказать, признаком того, что там Соединенные Штаты поддерживают, допустим, Украину и не поддерживают Израиль. И Нью-Йорк Таймс поддерживает Украину и не поддерживает Израиль. На страницах той же Нью-Йорк Таймс не раз было достаточное количество статей, поддерживавших Израиль в наиболее критический момент существования еврейского государства, в том числе после 7 октября 2023 года. А были другие тексты, безусловно, один из которых вы читаете. Но есть же люди, которые одновременно поддерживая Украину, выступают в поддержку Хамаса фактически. Да, естественно, таких людей немало. Как вы это объясняете? ЧП-президент Чили Габриэль Борич. Это совершенно естественное состояние умов в нынешнем обществе. Я это объясняю элементом деколонизации, так называемой, того, как оно применяется. Я вам, кстати, хотел сказать, что есть не только люди, которые поддерживают Украину и не поддерживают Израиль, а есть люди, которые поддерживают Израиль и не поддерживают Украину. Самый яркий пример – это Дональд Трамп и его команда. Они поддерживают Израиль. И, в принципе, по тем же соображениям, по которым они поддерживают Израиль, они готовы отдать Украину на растерзание России. Почему это вас не беспокоит? Меня это беспокоит гораздо больше. Да, но только что прошла встреча Зеленского с Трампом, и вроде бы как тон высказывания кандидата в президенты изменился. Не изменился. Он заявил, что он в хороших отношениях с Путиным, в хороших отношениях с Зеленским, что он их посадит за стол переговорами, что война завершится. Это все равно, что если вам сказали, Трамп бы сказал, что он в прекрасных отношениях с Нетаньяхой, в прекрасных отношениях с Яхья, с Синварами, и он заставит их договориться о мире на тех условиях, которые понравятся Синвару. О чем вы вообще говорите? И почему вас это не беспокоит? Меня это беспокоит не в меньшей степени. Да, нет, но... И меня, кстати, очень беспокоит, что большинство израильтян поддерживает Дональда Трампа. Человека, который совершенно очевидно своей деятельностью, своей политикой, фактически разрушает американскую демократию. С другой стороны, он убил Касама Сулеймани и вел себя здесь, на Ближнем Востоке, именно так, как нужно вести. Постоянно демонстрировал способность нанести удар. Ну, видите, значит, вы тоже человек, который готов поддержать кандидата на пост президента Соединенных Штатов, избрание которого является угрозой демократического миру. Потому что он поддерживает Израиль. Так чего вы тогда хотите от Нью-Йорк Таймс? Если вы и в этом эфире демонстрируете лучшие образчики поведения ваших американских коллег. Ну, мы еще знаете... Я вам привел очень хороший пример. Вы не сказали, да, это ужасно, что Дональд Трамп, с одной стороны, поддерживает Израиль, а с другой стороны, поддерживает Владимира Путина и самых отвратительных диктаторов. Это абсолютно ужасно. Нет, это очевидно, что это ужасно. Два плюс два – это четыре. Тут все понятно. Ну, и Нью-Йорк Таймс такая, тогда что вас удивляет в Нью-Йорк Таймс? Нью-Йорк Таймс – это даже не Камала Харрис. Камала Харрис умудряется поддерживать и Израиль, и Украину. Она одобрила уничтожение Насаралы. А в данном случае мы говорим не о журналистах и не о редакционной политике, которая дает сбой, а о целом кандидате на пост президента Соединенных Штатов. Или о кандидате на пост вице-президента Соединенных Штатов Джей Дивенци, который ведет себя таким же образом, который говорит, что Израиль нужно поддерживать, а Украину нет. И что если они придут к власти, то Украине не будет оказана поддержка, а Израилю будет. В чем тогда ваши проблемы? Но это такой сбой матрицы, да? Нет, сбой матрицы еще и в том, что Зеленский не сказал, что это ужасно. Он поехал на встречу с Трампом. Нет, это как раз не сбой матрицы. И Бинамин Нетаньяху тоже, разумеется, стремится общаться и с Джозефом Байденом, и с Дональдом Трампом. Если мы с вами союзники Соединенных Штатов, то мы должны общаться с представителями обоих политических лагерей, которые существуют. Потому что от этих лагерей зависит выживание наших государств и поддержка, которую Соединенные Штаты оказывают и Израиль, и Украина. Было бы ужасно, если Владимир Зеленский отказался от встречи с Дональдом Трампом. Ну да, чтобы после того скандала, когда его обвинили в том, что он там провел какое-то мероприятие, на которое позвали только демократов и не позвали республиканцев. Да, и это, кстати, тоже всегда те обвинения, которые очень часто звучат в адрес Бинамин и Нетаньяху, что он зовет на мероприятие республиканцев и не зовет демократов, например. Который приглашает, так сказать, на встречи тех, кто поддерживает Израиль, конгрессмена, а тех, кто не поддерживает, не приглашает. Это же все одно и то же. В Израиле еще очень опасаются из-за Харрис, потому что ее подозревают в том, что она может радикально поменять политику Соединенных Штатов по отношению к Израилю, например, резко ограничивать поставки оружия, что для Израиля, как вы понимаете, критически важно. Никто не может поменять резко политику по отношению к Израилю, потому что политика поддержки Израиля является важной частью американской общеполитической платформы общественного мнения и, в конце концов, выборов. Так что я думаю, что это опять-таки такие вот теории заговора, которые не имеют никакого отношения к реальной политике. Вот политику по отношению к Украине можно резко поменять. Это правда. Потому что это не влияет на электоральные, так сказать, шансы политических партий. А политика по отношению к Израилю – это часть внутриполитического мейнстрима в Соединенных Штатах. Поэтому я так опасаюсь как раз за поддержку Украины, за поддержку Израиля совершенно не опасаюсь. Тем более, что Израиль, как известно, может сам себе помочь с точки зрения своего военно-промышленного комплекса, а Украины в ближайшие годы это вряд ли получится. Я бы тут не был так оптимистичен, потому что Харрис все-таки испытывает давление слева, испытывает давление тех, кто симпатизирует палестинцам, кто симпатизирует Хамасу. Просто это очевидно. Это трудно не заметить. Я замечаю влияние левого лагеря в Демократической партии Соединенных Штатов на высказывания, на действия ее ведущих политиков. Но тем не менее, я хотел бы вам напомнить, что среди демократов-сторонников Израиля, я уже не говорю о американских евреев, голосующих за эту партию, не случайно же Дональд Трамп выступил с этими отвратительными антисемитскими замечаниями, когда сказал, что если его не изберут президентов, то виноваты будут евреи. Это вообще впервые, по-моему, прозвучало с 30-х годов до 20-го века подобное замечание. Но бог с ним. В любом случае, это важный электорат для демократов, которые они все равно не могут упустить. И это тоже нужно понимать. Они всегда будут балансировать. То есть демократов и республиканцы, республиканцы и демократов, которые хотят помочь Израилю, всегда будет достаточно для того, чтобы помощь Израилю была оказывана. С другой стороны, несмотря на проблемы в США, Украина всегда может рассчитывать на твердую поддержку европейцев. Ну, у европейцев, во-первых, не так много ресурсов, а во-вторых, достаточно в своих разногласиях, как вы понимаете. Потому что, когда мы говорим о твердой поддержке европейцев, Европа – это не государство, это симбиоз государств. И, как вы видите, там даже для принятия какого-то окончательного решения необходимо единство в Евросоюзе, единство в НАТО. Европейцам приходится обходить какие-то венгерские неудовольствия, еще чье-то. У европейцев разные позиции с точки зрения тех прав, которые имеет Украина по использованию их оружия. У Великобритании одна позиция, у Германии совершенно другая. Великобритания уже несколько месяцев подряд добивается, чтобы Соединенные Штаты дали возможность Украине собственным оружием бить по территории Российской Федерации, уничтожать таким образом военные арсеналы Путина и замедлять то наступление, которое Путин продолжает на территории нашей страны, а Германия решительно выступает против того, чтобы это оружие вообще использовалось. Так что я думаю, что если Соединенные Штаты откажутся от помощи Украине, то Соединенные Штаты будет очень тяжело заменить, будет продолжаться наступление России, могут быть очень серьезные последствия для Европы и для всего мира. Я вам сразу скажу, что никакие европейские усилия Соединенные Штаты не заменят, и мы можем столкнуться с таким кризисом, последствия, которые вы ощутите на себе уже в ближайшие годы. Выборы в Соединенных Штатах внесли, ну если не раскол, то такую трещину между Ираном и Россией, потому что их интересы тут расходятся. Россия вроде бы заинтересована, ну понятно, да, заинтересована в Трампе, а Иран очень этого боится, боится Трампа. Вот насколько эта трещина может быть существенной в дальнейшем, особенно с учетом их военно-политического, военно-технического сотрудничества? Я думаю, что все у них будет хорошо, я думаю, что они будут поддерживать друг друга, я думаю, что Россия заинтересована не столько в Трампе, сколько в хаотизации Соединенных Штатов. Вот это действительно очень важная вещь. И избрание Трампа президентом Соединенных Штатов вряд ли изменит что-либо для того взаимопонимания, которое существует на линии Пекин, Москва, Тегеран. Это тоже нужно понимать. Да, безусловно, у Ирана сейчас не так много сил, чтобы самостоятельно противостоять Западу. Я вполне допускаю, что последние заявления президента Ирана Масуда Пазашкияна, это как раз связано не только с тем, что они боятся Трампа, а с тем, что они ощущают, что у них недостаточно арсенала, и нужно их накапливать. Но с другой стороны мы прекрасно понимаем, что цели Ирана, которые совпадают с целями России, которые совпадают с целями Китая, это изменение миропорядка. Это то, чтобы авторитарные диктаторские режимы чувствовали себя вполне комфортно в том мире, который они хотят создать. Я не думаю, что от избрания кого-либо американским президентом эти цели изменятся, и напряженность в мире в ближайшие десятилетия станет меньше. Да, безусловно, Дональд Трамп может действовать там решительно, давая возможность Израилю более жестких действий по отношению к своим врагам. Но я думаю, что эти враги могут не отказаться от тех целей, которые они поставили перед собой достаточно время назад, чтобы продолжать их в любое президентство. Глобальный юг, но вот Китай, Бразилия там и другие страны из бывшего движения неприсоединения выступили с миротворческой инициативой по Украине. Как относится Киев к этому плану? Ну, видите, это никакая не миротворческая инициатива. Это, по большому счету, план капитуляции. Потому что, когда вам предлагают прекращение огня на линии разграничения без всяких гарантий безопасности, то вы прекрасно понимаете, что война может возобновиться в любой момент. Кроме того, у меня есть большой вопрос о России вообще, как согласны с этим планом? Даже тоже очень хороший вопрос. Мне кажется, что тут речь идет скорее о дипломатическом ответе. Вот есть украинская формула мира, которая поддерживает большинство государств. Это формула справедливого мира. Она политически неосуществима, потому что ее не поддерживает Россия. Но тем не менее, Россия практически проигрывает дипломатическое соревнование. И Китай, Бразилия, как союзники Москвы, они предоставляют России такую дипломатическую поддержку. А давайте мы выступим с другим планом. Планом, который тоже поддержит поддержку большинства государств. На его плане, на его фоне дипломатические усилия Украины померкнут. То есть, по большому счету, это еще одна война дипломатическая. Если Россия ведет с Украиной настоящую горячую войну, захватывая наши территории, уничтожая нашу инфраструктуру и надеясь, что наши граждане смогут замерзнуть зимой, наконец, к радости Владимира Путина и его сторонникам, то Китай, Бразилия и другие страны так называемого глобального юга, поддерживающие Москву, ведут с нами дипломатическую войну. Этот план Китая – это часть дипломатической войны против Украины. Вот и все. Соединенные Штаты очень боятся региональной войны. Ну, фактически, что такое региональная война? Ну, это на самом деле просто вступление в нее Ирана. Вот они этого очень сильно боятся. Как вы считаете, сейчас Иран в состоянии и готов ли вступать в открытый конфликт с Израилем, ну и, возможно, с союзниками Израиля? Я этого не могу сказать по одной простой причине. Я не знаю, какой потенциал Ирана с военно-технической точки зрения. Вот это то же самое, когда меня спрашивают, когда Россия завершит войну. Я всегда говорю с Украины, я всегда говорю, она завершит войну за год до того, как исчерпаются ее экономические и военно-технические возможности. Пока у нее есть экономические и военно-технические возможности, она будет воевать, какие усилия вы бы не предпринимали. Значит, единственный путь к прекращению войны здесь, это то, чтобы Россия не могла здесь наступать и одновременно близилась к окончанию своего экономического и военного потенциала. А об Иране я вам могу сказать то же самое. Если у Ирана будет достаточный военный экономический потенциал, вне всякого сомнения, участие Ирана в региональной войне неизбежно и никакие опасения Соединенных Штатов этому не смогут противостоять. Иран, вне всякого сомнения, будет воевать с Израилем. Это нужно просто понимать, и к этому нужно готовиться. Это неизбежно для еврейского государства. Но для этого Ирана должно быть достаточное количество ракет, достаточное количество возможностей для экономического и социального выживания и прочее. Иран должен быть уверен в том, что его нападение поставит точку на существование Израиля. По крайней мере, Израиль ослабит таким образом, что Израилю придется идти на унизительный для еврейского государства компромисс. Я не говорю, что это произойдет. Я имею в виду, когда на заседании высшего совета национальной безопасности Ирана будет принято решение о таком участии, о таком нападении. Если такого потенциала будет недостаточно, Иран, естественно, воевать не будет. Так что наша задача, по большому счету, когда мы оцениваем эту ситуацию, реально понять потенциал и Ирана, и России, понять, как будут развиваться события в ближайшие годы. Но можем ли мы умерить их агрессивность? Ответ нет. Политически не можем. Можем только военным и экономическим путем. Это единственная возможность для того, чтобы государства, которые находятся под угрозой такого удара, выжили, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. Логика подсказывает, что Иран может пойти на эту войну в том случае, если у него будет ядерный зонтик. Насколько такие страны, как Россия или Китай, готовы предоставить Ирану ядерный зонтик, мы этого до конца не знаем. Но понятно, что по ходу дальнейшего противостояния между демократиями и диктатурами, ситуация близится к этому ядерному зонтику. Вы это понимаете. И, кстати, я думаю, не только вы. Вот новый премьер-министр Японии, Ишида, который только что избран на этот пост, он сторонник того, чтобы создать такое азиатское НАТО. То есть он думает о ядерном зонтике реальном над теми странами региона, которые сейчас действительно в ядерной опасности из-за существования Северной Кореи, из-за ее все более тесного сближения с Россией. То есть вот есть два ядерных государства, которые по большому счету угрожают Японии, угрожают Южной Кореи, угрожают странам региона. Ну плюс Китай, да? Не будем Китай взбрасывать за счетом. А они без ядерного оружия. Поэтому им нужен некий союз, возможно, под эгидой Соединенных Штатов, который бы защитил от этой опасности. С другой стороны, и диктатуры начинают консолидироваться. Вот Россия, Китай. У Ирана может быть не просто ядерный зонтик. У Ирана рано или поздно может быть свое ядерное оружие. Когда он об этом объявит, то, разумеется, он будет куда с большей уверенностью думать об уничтожении Израиля. Виталий, вы сказали о том, что истощение ресурсов Кремля заставит его пойти на попятную и прекратить агрессию против Украины. Честно говоря, здесь мы в Израиле ожидали, что вот признаком такого слома в войне и признаком перелома в настроениях и вообще истощение российских ресурсов стало то, что украинская армия смогла занять часть российской территории. Она продолжает операцию в Курске. В Курской области как бы не старались армия и силовые структуры России. Но пока что этого не происходит. Мне никогда не касалось, что операция Украины в Курской области может привести к подобному результату. Операция Украины в Курской области подемонстрировала только то, что граница Российской Федерации и Украины за 10 лет конфликта между нашими странами не защищена. И она позволила перенести войну на территорию России. Но перенести войну на часть территории Российской Федерации, на суверенную часть территории Российской Федерации это отнюдь не означает истощение ресурсов Российской Федерации экономических и военных. До этого еще могут пройти многие годы. Мы с вами присутствуем при многолетних конфликтах. И я не вижу никакого политического решения ни конфликта в Украине, ни конфликта на Ближнем Востоке. А значит и народу Израиля, и народу Украины необходимо готовиться к многолетней войне без всяких шансов на ее окончание. Я думаю, что жители Израиля прекрасно это понимают. И это не просто состояние, которое было раньше на Ближнем Востоке. Короткие войны и долгий мир. Эта матрица сломана, и это теперь долгие войны и короткий мир. И людям, которые живут в Израиле, нужно просто понять, что так теперь и будет, пока не будет ликвидировано потенциал тех стран, которые стремятся к уничтожению Израиля. И это прежде всего, кстати, страны вот этой так называемой оси сопротивления. И Израиль идет по пути уменьшения этой опасности, например, уничтожая потенциал Кизбаллы. Это вот первый путь к тому, чтобы война стала короче. Но и у нас та же самая ситуация. Если мы уменьшаем потенциал России экономически и военной, почему нам нужно бить по военным арсеналам России и западным оружием, то война становится короче. Ну а вопрос всегда не на сколько месяцев, а на сколько лет короче. Я не знаю, насколько израильтяне готовы это принять как реальность, но мы уже приближаемся к вами к 7 октября 2024 года. Год. Вы помните когда-то прецедент года войны на Ближнем Востоке? Только война за независимость нашу. Ну да. Но оказалось, что после этого ничего подобного уже не будет. И война за независимость опять-таки продолжалась в локальных таких вот очагах на территории бывшей подмандатной Палестины. А здесь действительно существует еще опасность глобализации конфликта. Но это только начало. Еще раз говорю. Впереди куда более серьезные испытания, связанные с этим противостоянием демократии и диктатур. То, что мы видим, это всего лишь капли дождя на раскаленной крыше. А мы с вами находимся в преддверии огромного, так сказать, тропического ливня. Ну получается, что этот ливень может закончиться только тогда, когда потерпят военное поражение, прямое военное поражение Россия и Иран. Но такое ощущение, что если с Ираном воевать Израиль еще готов, то вот союзники Израиля, Запад, США не готовы и всячески этому упираются. Не хотят осознавать реальность, что это неизбежно. И как в этой ситуации быть? То есть этот конфликт, он может просто никогда не закончиться. Совершенно верно. Так и будет. Он никогда и не закончится, о чем я говорю. Потому что это по большому счету, если бы не было ядерного оружия, давно была бы уже Третья мировая война. И давно бы мы уже знали ее победителей, и давно бы уже миллионы людей лежали в могилах. Потому что даже без ядерного оружия, при нынешних технологиях, Третья мировая война принесла бы миллионы жертв. Но поскольку ядерное оружие есть, то вместо Третьей мировой войны мы видим вот такую вот цепь конфликтов, который будет увеличиваться. И эта Третья мировая война будет проходить в форме такого многолетнего противостояния. Она унесет меньше жизни, вероятно. Если не сорвется к реальному ядерному противостоянию, но будет просто продолжаться дольше. И те государства, которые будут непосредственно затронуты этим противостоянием, такие как Украина, как Израиль, больше пострадают. Вот и все. Нет? Неужели нет никаких шансов это остановить? Мы никогда не были с вами в мировой истории, где у государств противоборствующих есть ядерный потенциал. И они не могут между собой политически договориться. Потому что нет такой платформы для договоренности. Это вопрос не ко мне, понимаете? Потому что нет аналогии в истории. Так платформу-то это надо, получается, создавать или это невозможно? Ну как ее создать, когда у противоборствующих сторон есть оружие массового поражения? Это вопрос, которым задавались с 40-х годов 20-го века. Что будет, если окончится этот период мирного сосуществования? Ну, по большому счету, после смерти Сталина мы в нем находились. Но теперь уже перестали, как говорится. Редактор субтитров А.Семкин